Всем привет! С вами Игорь! И сегодня я расскажу о своей солнечной электростанции и именно о двух направлениях. Почему? Вот хорошо именно то, что поле разорвано на две части и одно поле смотрит на юго-восток то, что на крыше, и второе на юго-запад. Чем это мне понравилось? И я думаю это очень-очень эффективно и полезно. Лучше, намного лучше, чем делать просто вот, например, одно поле у вас есть там столько-то панелей и поставить их строго на юг. Чем оно хорошо? Оно хорошо прежде всего тем, что можно при таком расположении панелей иметь хорошую мощность и утром и вечером. Вот это вот наверное даже главное потребление, основное идет у всех именно утром и вечером. Даже посмотреть если статистику, пиковые часы потребления сети вот, то самое большое потребление энергии 220 это переменка вот этой энергии сетевой именно в утренние и вечерние часы. Это понятно, когда люди там собираются на работу, готовятся там все такое, включают все микроволновки, чайники там и вечером, соответственно, тоже приходят домой, моются, бойлер там начинает работать, насосы всякие, станции и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот пиковые часы. Соответственно и солнечная электростанция, наша индивидуальная, она должна перекрывать вот это вот потребление максимально возможным способом, чтобы было максимум энергии именно утром и вечером. Днем это как бы даже не столь важно, потому что днем в основном людей нет дома и днем как-то их не располагает, и панели все равно днем будет больше всего энергии, потому что солнце в самом верху светит, и я же говорю, как ты их не ставь, так и под каким углом все равно энергии будет хватать. А вот именно утром и вечером вот это вопрос большой. И, кстати, зеленый тариф, он как бы эту проблему решает полностью. Это идеальное было бы решение вот подключить электростанцию к сети. Вот, таким образом, мы лишнее, днем, например, когда лишняя энергия, она уходит в сеть, утром мы ее забираем, свою же энергию, просто сохранив, как бы в таком безразмерном, бесплатном аккумуляторе, да. Главное, чтобы у нас в конце месяца, расчетный период месяц выходило, чтобы мы были в плюсе, то есть, чтобы мы не брали лишнюю энергию с сети, то есть, больше выработали, чем взяли из сети. Вот это самое главное. Но даже в таких системах, в таких системах под зеленый тариф, выгодно вот такое, вот именно такое расположение, очень выгодно. И я, кстати, раньше об этом не думал, но у меня один подписчик, один мой зритель, на этот момент вот тоже вот прояснил, как бы написал комментарий. Но об этом попозже, после, сейчас мы посмотрим, какая же у меня выработка на протяжении дня, то есть, ну, даже не на протяжении дня, а утром и вечером. Вот то, что меня больше всего интересует, днем это как бы менее актуально, сколько там энергии, вот, ну, когда, конечно, зимой будет работать отопление, обогреватели всякие. Кстати, кто не видел, не знает, у меня солнечная электростанция только на активные нагрузки работает, сейчас у меня нет ни инвертора, ни солнечных панелей, вот, такая себе электростанция, да, индивидуальная, нестандартная, но мне нравится такое пользование, хотя я нацеленный на сетевую, на подключение зеленого тарифа, работать совместно с сетью, пользоваться всеми преимуществами, так сказать, сети, которые дают вот это вот подключение к зеленому тарифу. Итак, какая же у меня есть мощность, ну, я взял так, мощность 1 киловатт, 1 киловатт, это, как бы, такая, для меня универсальная мощность, этого хватает и для бойлера, и для электроплитки, еду варить, ну, как бы, самая такая, оптимальная мощность, мне нужна вот эта вот, минимум 1 киловатт. Итак, вот у меня часики, время, когда я мерил, мощность напряжения и все остальное, вот у меня вольты, напряжение в двух спаренных полях, параллельно, мощность поля за домом юго-западного, юго-западного поля, и мощность юго-восточного поля. Итак, в 6.30 у меня 205 вольт было напряжение, 318 ватт давало юго-западное поле, 558 давало юго-восточное поле. В 7.00 уже 228 вольт, 313 ватт юго-западное поле, 770 юго-восточное поле. Вот, днем я поставил прочерк, потому что, ну, там уже, как бы, после 7.00 этой мощности вот так вот уже завались, вы видите, даже по напряжению, да, 228, уже как бы завышенное напряжение чересчур, для электроплитки это уже многовато. Кстати, 200 вольт постоянки, они греют намного лучше, чем 200 вольт переменки, 220, 220 вольт, ну, сетевой этой переменки, это намного лучше. Это по моим наблюдениям, оценкам, я уже пользуюсь больше года так вот, и электроплитка намного лучше варит на том же самом напряжении, постоянном, чем переменном. Итак, днем энергии хватает на все, тут у меня прочерк и вечер теперь. Кстати, когда у меня была только крыша на поле, вот это вот, крыша, да, вот это вот поле, только на крыше, то после 4 часов дня, даже дня, я уже ничего варить не мог, даже летом. Кстати, сейчас вот это, замеры я делал на середину лета, если кому-то будет интересно, вот такое время. Вот, уже после 4-х, я уже ничего не мог сделать, потому что напряжение падало, оно просаживало, хоть у меня на крыше там стоят панели летний угол, такой более плоский, почти горизонтальный, но все равно уже солнце, как бы, пошло на заход, и оно так вскользь на них падало, как бы, скользило, уже так, ну, то есть, после 4-х, уже варить ничего не получалось. Теперь же у меня в 18-30 при добавлении юго-западного поля, синхронизировал, все, запараллелил, у меня 218 вольт по стоянке есть, и получается, у меня уже, как бы, эстафету переняло, видите, вот это поле юго-западное, тут большую часть энергии в общем количестве вырабатывало юго-восточное поле, то вот здесь, вот, уже перешло на юго-западное поле эстафета, так сказать, 814 ватт и 156 ватт, в 18-30 я имел, 19-00, 206 вольт, 676 ватт вырабатывает юго-западное поле, и 196 ватт, юго-восточное, 19-30, уже 162 вольт, и уже, как бы, маловато, но, тем не менее, 377 ватт и 152, но это получается, сколько там, 550, да, ватт, в принципе, можно еще доварить, что-то дожарить, это вполне реально, тем более, что у меня здесь, еще на том юго-западном, ветка есть, одна мешает с дерева, ее срезать можно, и будет немного больше, ну, короче, до 19-30, можно при таком, вполне расположении, варить, жарить, там, греть, бойлер, греть, я не знаю, заряжать аккумуляторы, кстати, для аккумуляторных электростанций, тоже очень классный вариант, уже с утра у вас начинаются, заряжаются аккумуляторы, если вы их за ночь, там, сильно просадили, и до самого вечера, они тоже могут заряжаться, тем более, что, я, вот, советую, на, у кого аккумуляторные электростанции, наверное, все-таки, мне кажется, что лучше было бы, не пропускать эту энергию, для активных нагрузок, через аккумулятор и инвертор, ну, электроплитка, там, бойлер, это все лучше сделать напрямую, зачем эти, лишний раз, аккумуляторы садить, там, напрягать, этими, тенами, вот эти, если это все можно сделать напрямую, а через аккумулятор и инвертор, сделать нагрузки, которые требуют 220 вольт, переменку, синусоиду, вот, 50 герц, вот эту вот частоту, то для них, да, для них сделать через, а все остальные активные нагрузки, вполне можно опустить, через такой контроллер как у меня напрямую и разгрузить и инвертор и аккумуляторы вот этим ненужными абсолютно я считаю плюс даже кпд намного системы повысится потому что у нас в аккумуляторах куча энергии пропадает кпд инвертора и все такое а напрямую это 100% вообще кпд да вот такая вот получается система и вот такой вот огромнейший плюс а и теперь я же хотел рассказать почему же даже для сетевой электростанции вот такой вот вариант очень и очень хороший для зеленого тарифа потому что на первый взгляд кажется вроде бы все равно как поставить панели можно просто строго на юг поставить у нас будет выработка днем максимальная но все равно днем мы будем забирать но и тут есть плюсы и тут есть плюсы я же говорю меня натолкнул на эти мысли один мой зритель он написал такой комментарий что даже сетевые электростанции ставят вот в таком вот варианте чтобы больше получить энергии за как бы сутки за сутки то есть при таком варианте можно подключить к инвертору ну например 6 киловаттному больше намного больше мощности панелей потому что ну там например 6 киловаттный инвертор да 6 киловатт панелей но если так вот располагать панели на две части поделить то можно и 8 и даже больше киловатт к нему подключить главное чтобы характеристики МППТ трекера позволяли насколько я это понял вот и у вас получается все равно вот этих вот 8 киловатт которые вы подключите ну например я на своем на примере своего поля рассказываю они у вас все равно никогда не будут одновременно вот эти вот все 8 киловатт даже ну в лучшем случае когда ставят в одну в одно поле в одном направлении в южном эти 8 киловатт у вас они все равно не будут ну что днем жарко вот и там надо очень много обстоятельств течения чтобы вот эти вот увидеть хоть раз когда-нибудь эти 8 киловатт я например со своего 4 киловаттного массива очень редко вот это вижу номинал который написанный на панели хотя видел и у меня даже видео есть даже превышение номинала было вот но это очень редко бывает вот но если вот так вот поставить на юго-запад и на юго-восток часть панелей то можно даже я думаю больше заработать потому что даже при таком расположении не строго южном 8 киловатт разорванных на две части на юго-восток и на юго-запад будут больше вырабатывать энергии за сутки или за месяц и сливать, продавать и соответственно зарабатывать чем 6 киловатт например у нас стоит строго на юг то есть 6 киловатт на инвертор 6 киловатт поле и они смотрят строго на юг тут уже не превысишь тут никак не превысишь потому что днем будет часто вырубаться инвертор по превышению а вот при вот таком вот расположении то вот этих вот 8 киловатт они никогда не будут но зато у вас будет с утра и после обеда 4-5-6 киловатт законных практически целый день я вот уверен в этом что оно так и будет хотя у меня еще инвертора нет но все об этом говорит как бы плюс еще мы экономим на цене инвертора потому что можно уже не обязательно нам на 8 киловаттное поле можно ставить 8 киловаттный инвертор проводить 3 фазы докупать киловатт а можно поставить 5-6 киловаттный и сэкономить тоже и на этом даже еще и сэкономить вот ну вот такие вот мысли поэтому можно вывод такой сделать что вот такой вот двухрасположенный кстати один есть нюанс тоже надо об этом сказать недостаток этой системы можно даже там минус это что зимой вот такое вот расположение оно не очень эффективно работает там все-таки лучше зимой это строго южное расположение это буквально вот эти вот там 2 месяца самых темных 2-3 там можно сказать это так самых темных мрачных для альтернативщика месяца вот в этом варианте лучшее идеальное расположение это южное но если брать например годичную выработку годичную у вас там сетевая электростанция да ну под зеленый тариф то вот такое вот расположение оно как бы сильно не влияет ну слабо очень будет влиять потому что добавится при строго южном расположении это какие-то киловатты там буквально за вот эти 2-3 месяца там и так выработка копейки и копейки добавится понимаете то есть если взять вот эти вот самые темные 3 месяца там что там ну там в процентном отношении за год выработка солнечной электростанции это будет каких-то 1-2 ну 3 максимум процента это будет 5 процентов даже и не будет от общей выработки за год поэтому ради увеличения там ну получим мы там за месяц не 50 киловатт часов как я получал свои 4 киловатт электростанции уже не помню за какой месяц 50 или 60 получу я при строго южном расположении там 55 или 60 киловатт ну на 5-10 киловатт часов больше но зато я теряю кучу энергии опять же же говорю летом весной осенью утром и вечером вот так что я думаю что вот эти преимущества которые имеем практически весь год они перевешивают как бы тот недостаток что все-таки зимой лучше строго южное направление хотя каждый решает по-своему для меня вот лучше вот так для меня в моих обстоятельствах для меня лучше вот такая вот солнечная электростанция с таким вот расположением панелей да юго-запад юго-восток хотя даже может быть зимой я там чуть-чуть где-то там каких-то киловатт несколько киловаттиков буквально я не думаю что много и потеряю вот как-то так оно получается мне эта система нравится я уже сказал она как она работает вот что именно вот так вот ну что если взять даже обычный график вот если при строго южном расположении там получается утром оно мало потом идет резкий такое нарастание горка такая вот в обед и потом к вечеру вот такое отрезкое падение то при это при обычном расположении которые все как бы рекомендуют строго южное напряжение своего поля до расположения а вот при таком расположении частично половина на юго-запад половина на юго-восток мы у нас уже будет резкое возрастание днем и такая примерно горка уже будет более на стол похожа как бы такая сверху более выровненная так как у нас мощность сверху будет и уже аж поздним вечером уже начнется падение вот такое вот мне кажется для любой солнечной системы автономной гибридной и даже как получается сетевой под зеленый тариф вот такое вот расположение это самый на мой взгляд идеальный вариант ну в принципе могут быть другие мнения пишите в своих комментариях что вы об этом думаете может у вас тоже какие-то советы есть интересные наблюдения по солнечной электростанции как она у вас работает людям будет полезно кто смотрит это видео узнать кто хочет только поставить панели и связаться с солнечным энергетикой солнечной вот ну что потом их переставлять куда-то переделывать какие-то опоры и все такое это довольно довольно таки проблематично и неинтересно лучше уже поставить их сразу как надо и как хочется все всем пока до следующих видео пишите комментарии